Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале из Берлина в деревню. Вот мы, как обычно, вышли на свою прогулку, а у нас выпал снежок. Сегодня одна подписчица написала нам, что ей бы было интересно смотреть деревню, где разводят курей, овец, всякую жилость. Но, к сожалению, у нас деревни совершенно другие. И можем вам показать поля, леса. Ну, а наши деревни, это такие же, как Берлин, мало чем отличаются. Сегодня у нас плюс один, прохладно. Пчелы засели в своих домиках, тихонечко сидят и не вылетают. Но когда только выглянет солнышко, они снова вылетят, начнут делать облет обязательно, потому что им нельзя долго засиживаться там, надо. Вот такая живность у нас есть. И, кстати, эта живность у нас стоит просто в лесу. Никуда ее никто не убирает, ничего не делают с ней. А она просто всю зиму стоит в лесу и все. Как только начинается хорошая погода, они вылетают и собирают. Эти домики не трогает. Никакие животные и никакие люди не приходят и не зарядят их. Ну, а участком мы пока еще не обзавелись, так как мы переехали недавно. Конечно, собираемся присмотреть какой-нибудь участочек найти. Тогда уже будем вам показывать и огороды, и все. Но это в том случае, если мы найдем участок, и все получится. Ну, вот как мне поснимать для вас, друзья, такой красивый, тихий, спокойный лес, зимний. Такой пейзаж. Очень хочется поснимать и поделиться с вами. Оля полезла наверх показать вам сверху вид. Да, хочу поснимать вот это вот все сверху для вас. Вот, друзья, я почти забралась в этот домик. Друзья, смотрите, вот такой охотничий домик. Охотники здесь сидят и высматривают животных. Но, честно сказать, вот животных мы здесь видим очень мало по сравнению с Берлином. Вот в Берлине было очень-очень много животных. Не знаю почему. Может быть, здесь фермера их как-то отстреливают, охотятся на них, чтобы они не портили поля. Я этого не знаю, не могу сказать. Но если это так, то очень-очень жалко, конечно, животных. Но ничего здесь не поделаешь. Это жизнь. И так получается в жизни, что как-то надо всем выживать. И животным, и людям. И поэтому вот такое происходит у нас. А в Берлине мы так часто видели животных прямо просто посредине города. Представляете, огромная стая, кабанов 12, несколько взрослых, маленьких целая куча. Они прямо перебегали дорогу. Так было интересно вообще. Встречали часто косуль, зайцев. Это было очень интересно. Лисы, особенно по вечерам, они так кричат интересно. Не знаю, чего они там ищут или ругаются, но вот так. Так, забрались на пригорок. А здесь вот такой святой. Что за святой, мы, конечно, не знаем. Не очень-то разбираемся в религиях. Но вот такой вот памятник здесь стоит. Прямо на перекрестке дорог. Вот. Стоит знак, что машинам здесь ездить нельзя. Только рабочим машинам, которые едут на поля. Мы думали, мы здесь одни. Но люди еще гуляют и к нашей радости на свете. Таких, как мы, еще две трети. Вот здесь какое поле получается. А летом здесь росла кукуруза. Такие огромные початки были. Так было все здорово вообще. Ну вот, друзья, сегодня последний день января. Видите, зима отступать не собирается. Но посмотрим, что нам покажет февраль. Ну вот, наша прогулочка опять подошла к концу. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки. Мы вас всех очень ждем. Делитесь нашими видео. Всего вам доброго. Пока-пока.